Уважаемые зрители, участники в вебинаре, сегодня здравствуйте. Меня зовут Кон Суман, профессор Института общественного здравоохранения Сиульского национального университета. Сегодняшний семинар был организован Министерством здравоохранения и социального обеспечения и Министерством иностранных дел Республики Корея с поддержкой Института развития индустрии здравоохранения и Корейского фонда международного здравоохранения. В конце прошлого года первый случай заражения COVID-19 был зарегистрирован, и сейчас число зараженных во всем мире замедляется. Но в других странах, особенно в Африке и в Латинской Америке, сейчас число новых зараженных случаев увеличивается. Поэтому из-за COVID-19 очень многие испытывают трудности. Я хотел бы выразить свое искреннее соболезнование и оказать поддержку всем людям по всем мире. В этом вебинаре мы будем слушать, каким образом корейское правительство отреагирует на COVID-19 и поделиться друг с другом, как наше правительство и медицинские организации управляют вызовами COVID-19. И мы хотим оказать помощь всем другим странам, поэтому мы организовали сегодняшний семинар. На основе нашего опыта, мы надеемся, что сегодняшний семинар станет местом, где возможно делиться информацией. До середины марта число зараженных увеличилось в Корее, но благодаря различным мероприятиям и мерам до сих пор мы сократили число зараженных. И мы вводили режим социального дистанцирования, и с начала мая мы начали режим вседневный карантин. И в нашей повседневной жизни возможно проводить нормальную жизнь и социальную и экономическую деятельность одновременно. Сегодняшний пятый веб-семинар будет иметь пять презентаций. Первая презентация будет презентация господина Сон Йон Ле из Центрального штаба по поддержке правительственных контрмеров. И потом у нас будет следующая презентация, потому что у нас роль местного органа власти очень важна. Поэтому у нас будет презентация из Центра здравоохранения укропа Сан Луксу города Ансан. В Корее характеристики реагирования на COVID-19 это передовые науки и технологии. Поэтому об этом мы будем слушать презентацию, и презентация будет из Министерства науки и технологий ИКТ. И четвертая презентация посвящена управлению работами по самостоятельному самоизоляции. И потом последняя презентация посвящена сотрудничеству Национального агентства полиции Республики Корея. После общих всех презентаций у нас будет время ответов на вопросы. Поэтому во время презентации мы сможем поставить ваши вопросы на окно через интернет. И когда вы задаете вопросы, обязательно напишите, кому вы задаете вопросы. На сегодняшнем семинаре мы учитывали темы, часто поднятые в мировом сообществе. Поэтому надеюсь, что сегодняшний веб-семинар может удовлетворять и многостороннее сотрудничество, и станем началом знакомства с корейской моделью реагирования на COVID-19. И на сегодняшнем семинаре идет синхронный перевод четырех языков – корейский, английский, русский и французский язык. И теперь будет речь замминистра здравоохранения Кинган Лип. Уважаемые представители его власти здравоохранения, для меня обращаю честь встретиться с вами на сегодняшней видеоконференции. Весь мир сейчас переживает беспрецедентный кризис нового коронавируса. Мы понимаем, насколько тесно мир связан. Корея создает новую модель реагирования на инфицированные заболевания в качестве демократического государства, основанного на глобализации и плюрализме. Мы стремимся предотвратить распространение коронавируса, минимизируя ограничения на зарубежные поездки и международный обмен. В Корее как граждане, так и иностранцы защищены от COVID-19. В то же время центральные и местные органы власти играют свою роль в борьбе с коронавирусом с активным участием медперсонала и граждан. Мы в полной мере используем передовые технологии и креативности. Хорошим примером являются приложения для смартфона, для мониторинга зараженных и контактировавших с ними, а также скрининговые пункты для водителей автомобилей и пешеходов, а также COVID-19 клиники. Они обеспечивают безопасный быстрый забор образцов. Благодаря таким усилиям ситуация в Корее постепенно стабилизируется. Тем не менее, слишком рано, чтобы быть самодовольным и будем сохранять бдительность. До тех пор, пока не будут разработаны вакцины и способы лечения, нам будет трудно возвращаться к предыдущему образу жизни. Нам пора готовиться к новому устойчивому образу жизни. В Корее перешли на физическое дистантирование постепенно в жизни, которое заменило нынешний усиленный режим социального дистантирования. Настолько настало время объединения усилия. Мы активизируем обмен информацией с органами здравоохранения и медицинским персоналом во всем мире с помощью веб-семинара, пока мы не встретимся в режиме офлайн. В кампании по социальному дистантированию говорится, что оставаться отдаленным физически, но связанным душевно, надеясь, что международное сотрудничество сможет вместе преодолеть нынешний кризис на основе солидарности и сотрудничества всего мира. Спасибо за речи. Здравствуйте. Меня зовут Сунь Йон Ре. Я отвечаю за стратегическое планирование. Объясню систему реагирования на инфективные заболевания. Однако в каждой из стран системы здравоохранения реагирования на инфективные заболевания определяются социокультурными характеристиками. Поэтому опыт Кореи вряд ли полностью будет соответствовать и другим странам. Количественная динамика пациентов в первом случае заражения коронавируса подтверждена 20 января, а потом обнаружена по одному пациенту до 18 февраля. А потом, 18 февраля, подтверждена 31 зараженная верующая корейской религиозной сектой Синчанде. Зачем число пациентов возросло? Потом число пациентов начало сокращаться, и 28 марта было зафиксировано больше выздоровевших, чем число в карантине. По состоянию на 21 мая 724 пациента были помещены в карантин, и свыше 10 тысяч человек выздоровели. И по состоянию на 21 мая ситуация в слайде показана. Общее количество пациентов составило 11 122, и 724 находились в карантине, и 264 умерли. Проведено 788 тысячи пациентов тестов, и уровень положительного результата составил 1,4%. В основном в городе Тегу, провинции Геонгбук, сконцентрировались пациенты. Это связано с крупномасштабной инфекцией, вызванной религиозной сектой Синчанде. Верующие этой секте в Тегу зародили 7 тысяч человек. Распределение пациентов по возрасту и смерти. В Корее групповое возражение произошло в секте церкви Синчанде, и с общего количества возраженных на долю верующих этой секты приходится 2 трети. Среди них большинство составляет те, кому меньше 30 лет. Летальность на сегодняшний день составляет 2,35%, что меньше, чем в других странах. Распределение смертельности по возрастам аналогично ситуации других стран. Летальность растет с возрастом среди пожилых граждан старающих 80 лет. Смертельность составляет 25%, от 70 до 80 – 11%, от 60 до 70 – 2,7%, от 50 до 60 – 0,8%, младшие 50 лет – меньше, чем 0,2%. В Южно-Корейское правительство работает Корейский Центр по контролю и профилактике заболеваний, сокращенно КСДС. Когда начнется новая пандемия, КСДС играет ведущую роль в борьбе. Правительство реорганизовано в общую систему поддержки КСДС. Под контролем премьер-министра создается объединенная система правительства с участием министров и других госведомств. Органы противодействия вирусу также создаются на уровне органов местного самоуправления. КСДС, правительство страны и местные органы власти каждое утро проводят совместные совещания. Информация о новых случаях заражения публикуется ежедневно, а консультационные услуги предоставляют КОЛ-центры и местные центры здравоохранения. Система поэтапного реагирования на инфекционные заболевания. Во-первых, если подтвержден зараженный, проводится эпидемиологическое обследование. С помощью информационной технологии отслеживает перемещение пациента и публикуется информация. Также находят контактировавших с пациентом и помещают их в карантин. Эпидемиологические обследования и помещения контактировавших с зараженными в карантин являются одним из наиболее важных контрмеров против коронавируса. Однако при публикации информации о контактировавших с зараженным не оглашают их персональных данных, и информация удаляется через определенный срок. И в Корее возможности петератеста были расширены на ранней стадии. Было также установлено большое количество лабораторий для забора образцов. Это позволяет быстро обследовать множество пациентов. Кроме того, бывают бессимптомные зараженные, поэтому охват тестированием расширен. В случае обнаружения зараженных в плотном помещении, тесты проводятся для всех людей на том же этаже или во всем здании. В случае подтверждения зараженных в больнице или центре для пожилых граждан обязательно проводят тесты для всех. Такие обширные обследования могут выявить бессимптомных инфектированных и переместить их как в карантин. Система лечения от COVID-19 классифицирована по тяжести болезни. COVID-19 быстро распространяется, В то время как происходит большое количество легких пациентов и медицинская система рухнется, если все пациенты будут госпитализированы. В Корее среди пациентов с коронавирусом 10% тяжеловольных госпитализированы, а 90% легких пациентов изолированы в определенных помещениях на обсервацию. Это предотвращает переполнение больниц пациентами и снижает вероятность заражения медицинского персонала. Также важна медицинская система для больных другими заболеваниями. В стране работают больницы, где для больных респираторными заболеваниями и других пациентов действуют разные системы их маршрутизации. А в случае простой амбулаторной помощи мы временно разрешили оказать медицинские услуги по телефону. Корейская система карантина не ограничивает выезд из любых стран, за исключением китайской провинции Хубей. Вместо этого мы создали специальную процедуру выезда в Корею, предусматривающую обязательную записи контактного номера телефона и установление специального приложения для смартфона. Однако ввиду пандемии за рубежом с 1 апреля для всех прибывших в страну и корейцев, и иностранцев требуется двухнедельный карантин. Ключевые меры противодействия распространению коронавируса по мере роста числа пациентов, прибывающих и других стран, уровень требований повышен до 3-го, 28-го января. А с 7-го февраля допустили диагностические тесты по усмотрению врачей. Тогда было еще всего 20 пациентов. 18-го февраля была подтверждена 31-й пациент с коронавирусом, затем ежедневно выявляются до 200 зараженных. В этой связи Корея объявлен самый высокий уровень эпидемиологической угрозы, ввело в действии общего государственную систему противодействия. В городе Тегу 20-го февраля 29 тысячи верующих секты Синчон-Дзи были помещены в домашний карантин, и все начали получать обследование. За две недели все верующие прошли обследование, и начались больные. 29-го февраля мы начали кампанию по социальному дистантированию. Люди воздерживались от перемещений до уровня 55% предыдущего трафика движения. Всего за 10 дней были подтверждены более 5000 новых случаев заражения, но 90% из них были легкими пациентами. Вследствие этого с 3 марта легкие пациенты находились в отдельных жильепомещениях на обсервацию. А с 4 марта мы расширили возможности диагностики на водителей автомобилей и увеличили число тестов до 18 тысяч. В результате пик первой волны роста зараженных начинает изгибаться, поскольку прирост числа пациентов неуклонно сокращался почти до 11 цифры в сутки. С 6 мая мы снизили интенсивность режима социального дистантирования и перешли к системе повседневного карантина. Это более смягченный режим. Это описание режима повседневного карантина. Повседневный карантин позволяет вести повседневную жизнь и экономическую деятельность. И система против COVID-19 гармонизируется с повседневной жизнью. В Корее существует три уровня социального дистантирования. Когда эпидемия начинает распространяться, интенсивность дистантирования укрепится с первого на второй уровень. А когда ситуация уходящаяся, интенсивность еще укрепится в третий уровень. В принципе, повседневный карантин – это режим, который допускает всю повседневную жизнь и хозяйственную деятельность, но соблюдает правила профилактики в жизни. Второй уровень – это режим, который рекомендует ограничивать ненужные собрания, поездки, работу объектов с высокой опасностью или государственных учреждений в закрытом месте. И третий уровень – усиленные карантинные меры. Это настоятельно рекомендованный уровень для того, чтобы воздерживаться от собрания, выезда и использования многофункциональных объектов. Это не значит принудительное закрытие на западных странах. Это делается с помощью рекомендаций и руководства, но большинство доселения следует рекомендациям правительства и снижает социальную активность примерно в двое. Такой переход их режима определяется каждую неделю, оценивая состояние карантина за последние две недели. Таким образом, основные показатели за последние две недели оцениваются, например, среднее число зараженных COVID-19 за сутки, хоть в течение последних двух недель – менее 50. Число случаев с неясными путями заражения – менее чем в 5%. Количество массивного инфицирования и значение R. Это более подробное объяснение о режиме повседневного карантина. Повседневный карантин – это режим, в котором граждане применяют базовые правила гигиены и дистанцирования, и гарантируется повседневная жизнь и экономическая деятельность. Граждане изучают и применяют основные правила индивидуально или в своем обществе. Пять основных личных правил и четыре дополнительных правила, описанные на этом слайде. Конечно, только со соблюдением правил гражданами невозможно полностью заблокировать COVID-19, и в будущем Корея будет продолжать испытывать спорадическое распространение COVID-19 и готова к этой ситуации. Однако, участие граждан замедлит распространение COVID-19 и уменьшит его масштабы. Корейские органы используют стандартную систему мониторинга за опасными учреждениями и больницами. С помощью такой системы мониторинга мы пытаемся найти новое распространение COVID-19, которое уже стало медленнее и меньше. Если обнаружите вирус рано, с помощью быстрых эпидемиологических исследований и агрессивных тестов, возможно изолировать инфекцию от общества. Если эти три фактора управляются хорошо, то есть повседневный карантин, система раннего мониторинга и быстрые эпидемиологические расследования, мы уверены, что мы сможем вести повседневную жизнь и экономическую деятельность одновременно с контролем COVID-19. В начале мая около 100 человек зародились в ночных клубах в Сиоли, что вызвало вторичные и третичные инфекции во многих многофункциональных учреждениях. Тем не менее, его размеры и скорости были удивительные малы, и сейчас он успешно контролируется. Даже на выборах с членом национального собрания, религиозных мероприятиях и масштабных экзаменах не наблюдалось появление новых пациентов благодаря соблюдению гражданами правил карантина. Корея накапливает достижения в системе повседневного карантина для посткоронной эры и убеждена, что это возможно. Теперь на основе этого опыта мы постепенно открываем школу, и студенты уже начали ходить в школу. Это контрмеры Кореи против COVID-19. Во-первых, Корея не вводила запреты на выезд в страну и не принимала меры принудительного закрытия заведений в отличие от зарубежных стран. Во-вторых, правительство открывает информацию прозрачно, организуя брифинги два раза в день, население страны появляет доверие к правительству и не подаваясь панике. Граждане активно участвовали в кампании социального дистанцирования и смогли добиться того же эффекта, что получилось за рубежом путем блокирования. В-третьих, в Корее действует национальная система медицинского страхования и есть и качественная и доступная медицинская система. Услуги диагностики и лечения COVID-19 они бесплатны за счет медицинского страхования и господдержки. Это касается как корейцев, так и иностранцев. Подобная система внесла большой вклад в обеспечение быстрой диагностики и лечения COVID-19. В-четвертых, государственные ведомства объединили усилия. По этому направлению правительство также тесно сотрудничает с администрациями провинции. К подобным усилиям активно присоединяется и медицинский персонал, и граждане. Таким образом, вся страна объединена по борьбе с коронавирусом. И мы использовали передовые технологии для эффективного противодействия. В частности, когда речь идет о неизвестном новом инфекционном заболевании, очень важно создавать и креативные, и эффективные контрмеры. Корея смогла успешно отреагировать, успешно разработав креативные контрмеры, соответствующие характеристикам COVID-19, активно используя развитие технологий. Сегодня я объяснил о контрмерах Кореи против COVID-19. Более подробная информация будет в следующей презентации. Как я уже сказал в самом начале, у каждой страны разные ситуации, система здравоохранения и медицины. Но мы надеемся, что сегодняшняя презентация поможет, по крайней мере, отреагировать на COVID-19 в каждой стране. Желаю вам больших успехов в борьбе с коронавирусом, с хорошим методом. Спасибо. Спасибо большое, господин Сун Йонг-де. Мы не применили эту политику, именно блокирующую политику. И мы приняли гибкое решение. И в этой связи, как управляются дела, еще как принимается политика, господин Сун Йонг-де объяснил. Это следующий докладчик. И господин Пак Конхи выступит. И на уровне местного управления, какие меры принимают. И мы будем узнавать. Господин Пак Конхи, генеральный директор центра здравоохранения округа Санг-Ноксу города Ансан. Прошу вас. Здравствуйте, меня зовут Пак Конхи. Я директор центра здравоохранения в округе Санг-Ноксу города Ансан. У каждой страны могут быть разные концепции к термину «дистрикт». К нему в Корее относятся город, уезд и городской округ. Наследие Южной Кореи составляет примерно 50 миллионов человек. И по всей стране действует 254 центра здравоохранения и расположенных на уровне именно «дистрикт». Один такой центр охватывает от 30 тысяч до 400 тысяч человек. И нам, наш центр, где я работаю, отвечает 360 тысяч человек. Борьба с COVID-19 на уровне города уезда и городского округа руководствуется восьмым изданием руководящих принципов Центрального штаба противоэпидемиологических мер. Важные роли города уезда и городского округа в борьбе с коронавирусом это информирование о рисках и санитарное просвещение, надзор, координация лабораторных испытаний и отслеживание контактировавших с зараженным и управление вопросами самоизоляции, мобилизация и распределение ресурсов. Из них сегодня я хочу остановиться на отслеживании контактировавших с зараженными, чтобы выполнить высшепомянутые функции в феврале нынешнего года в стране был объявлен высочайший уровень эпидемической угрозы. В этой связи структура Центров здравоохранения была реорганизована. До реорганизации Центры здравоохранения состояли из двух отделов. Это отдел по политике здравоохранения и отдел по укреплению здоровья. А теперь первый стал называться отделом реагирования и второй отделом поддержки. В отделе реагирования усилены работы по контролю за инфекционными заболеваниями, а в число этих работ включено слеживание контактов с зараженными. Кроме того, мы добавили к отделу поддержки такие задачи, как управление клиниками COVID-19, мониторинг и самоизоляция и кольцентр. Мы провели обучение в этой связи по трем направлениям. Во-первых, чтобы усилить борьбу с инфекционными заболеваниями, мы добавили еще двух сотрудников по надзору за заболеваниями. Эти два сотрудника привыкли к новой работе, сотрудничая с уже работающими по данным вопросам. Если будет больше зараженных, мы добавим больше сотрудников каждому центру по надзору, путем их обучения на уровне центров здравоохранения. Во-вторых, мы провели обучение тем сотрудникам по делам ослеживания контактировавших с зараженными. По отношению работающих не по вопросам инфекции, мы обучали их, как просматривать видеодзаписи камеры наблюдения и выявлять контактировавших. Они обычно выполняют свою прежнюю работу. При подтверждении нового зараженного создается временная группа ослеживания контактировавших. В-третьих, мы обучили сотрудников других отделов правилами самостоятельного карантина, то есть самозелятия и способа использования приложения смартфона для контроля за самоизоляцией. А также я расскажу вам более подробно о отслеживании контактов и контактировавших с зараженными. Порядка работы такое. Первое, первоначальное эпидемиологическое обследование. Второе, организация группы ослеживания контактировавших. Третье, появление близких контактов и дезинфекция помещений. А также четвертое, публикация информации. И пятый, мониторинг за контактировавшими. И все эти шаги основаны на законе о профилактике и контроле инфекционных заболеваний. Если результаты некоторых тестов на COVID-19 будут положительными, об этом тестирующий орган уведомит Центр здравоохранения через онлайн-систему или по телефону, как только будет выявлен положительный случай, сотрудник Центра составляет эпидемиологический отчет и размещает его в онлайн-системе. Таким образом, информация передается профильной органой на уровне провинции или в KCDC. Информация отчета, включая в себя симптомы, дата их начала, наличие осложнений, число контактировавших членов семей. Теперь расскажу об формировании группы по отслеживанию контактировавших. Когда эпидемиологический отчет загружается онлайн, эпидемиолог назначается на уровне провинции. Пока эпидемиолог не приедет в командировку в Центр здравоохранения, сотрудники Центра по делам мониторинга собирают подробную информацию о передвижении зараженного по телефону, инфицированный человек в формате дневника пишет о том, когда и куда ездил и с кем встретился, вспоминая ситуацию, которая была за два дня до появления первого симптома. В зависимости от объема подобной информации зараженного решается состав группы по отслеживанию контактировавших. Чем больше поездил инфицированный, тем больше сотрудников группы. Если инфицированный мало ездил, можно создать группу всего лишь из двух-трех сотрудников. После подтверждения информации о передвижении зараженного, данная группа под руководством эпидемиолога проводит отслеживание контактов в каждом из мест, где побывал зараженный. Если к числу подобных помещений относятся учреждения высокого риска заражения, такие как больницы или учреждения долгосрочного ухода, могут быть созданы группы по эпидемиологическому обследованию не на уровне провинции, а на уровне центрального правительства и КСДС. Теперь о работе отслеживания тесных контактов с зараженным. Работа работая группа посещает каждого из помещений, где побывал зараженный. Если помещение установлена система видеонаблюдения и записи, позволяет выявить контактировавших. Такая информация, как расстояние от зараженного во время контакта, ношения маска и уровень вентиляции пространства позволяет определить имеющих тесный контакт с зараженным. И при получении согласия от зараженного можно будет отыскать информацию о транзакте кредитной карты зараженного. Можно узнать время оплаты каждого места, что также облегчает анализ видеоматериалов. Однако, если в пространстве нет данных видеонаблюдения, контактировавшие в основном классифицируются в соответствии с изложением зараженного или работников соответствующих объектов. В общем, информация о форме дневника, продиктованного зараженным, предоставляет основную информацию. Перед визитом в помещениях, где погибал зараженного, проводится их дезинфекция. После завершения дезинфекции группа выполнит работу, надев только маски и перчатки. Однако, место по-прежнему считается опасным. Сотрудники группы могут носить все средства индивидуальной защиты, включая защитный костюм в виде комбинезона уровня D, маски для лица и защитные очки и перчатки. Решение о временном закрытии места принимают эпидемиологи. Когда отслеживание контактов завершено, его результаты оглашают общественности через городской веб-сайт или социальные сети по профильному закону. Оглашаются публики не все места, а только те помещения, где могли бы побывать контактировавшие с зараженными, хотя в них таких людей не выявлено даже после анализа данных видеонаблюдения. Другими словами, публикация информации будет сделана, когда высока вероятность выявления дополнительных контактировавших и возможностей предотвращения дальнейшего распространения коронавируса высока. При этом персональные данные о зараженном защищены. Как делают мониторинг за имевшим тесный контакт с зараженным? Если человек окажется контактировавшим с зараженным, местные центры здравоохранения отправляют ему уведомления о самоизоляции в течение 14 дней, начиная с даты последнего контакта с зараженным. В ходе об этом линии отвечающие госслужащие ответные госслужащие объясняют правила о ней. Если контактировавший живет со семьей, он должен отдельно обедать и использовать отдельный туалет. Если место проживания не подходит для самоизоляции, контактировавший с зараженным может быть направлен в объекты самоизоляции, такие как отели. по решению местной администрации. С началом самоизоляции Центр здравоохранения доставляет термометр, маску, дезинфектирующие средства для рук и мешок для отходов. Кроме того, доставляются и продукты питания один раз, два раза в день чиновники звонят по телефону и у находящихся в самоизоляции какие-либо симптомы возникают, проводится тест на COVID-19. Наконец, вопрос и дискуссия. Некоторые люди могут считать, что тщательное обследование, контактировавшие с зараженными, возможно только в Корее, поскольку в ней ежегодно число подтверждаемых случаев заражения меньше, чем в других странах, в том числе стран Европы исчезаем и можно затрудняться в эффективном отслеживании контактировавших с зараженным из-за резкого роста их числа и нехватки ресурсов. Тем не менее, считаю, что отслеживание как можно большего количества контактировавших и их помещение в самоизоляцию является очень важной стратегией для предотвращения распространения коронавируса. Даже если система видеонаблюдения информации о транзакции по кредитным картам и данные GPS не используется как делали в Корее. Путем составления зараженным упомянутого отчета в виде дневника можно быстро диагностировать и определять близкие контакты зараженных и хотя бы их членов семьи и коллег на работе можно будет помещать в самоизоляцию. Это поможет в предотвращении распространения вируса. Кроме того, в спичке коронавируса у людей с высоким риском и массовые заражения смогут быть сдержаны путем проведения тщательного слеживания контактов в помещениях массового скопления людей, в том числе медицинские учреждения и учреждения по долгосрочному уходу за больными и кольцентры. Чтобы выполнить такие работы, потребуется гибкость управления персоналом на местном уровне. Прежде всего, необходимо коронавируса кадровых ресурсов организации здравоохранения, но если число импетированных настолько велико, что требуется больше сотрудников для отслеживания, то можно использовать должностных лиц административных аппаратов. Если этого недостаточно, студенты медики или остальные работники здравоохранения могут временно использоваться. Кроме того, необходимо учитывать защиту личной информации права человека при публикате информации с точки зрения прозрачности и оперативности по делам мы хотим выявить полную информацию об отслеживании контактов, но с другой стороны мы должны быть осторожны к вопросам утечки персональных данных. От этого вопроса предостерегла кстати Корейская национальная комиссия по правам человека. И в заключении хотел бы выразить благодарность всем и на этом слайде упоминается четыре человека которые помогли мне обобщить опыт отслеживания контактировавших с сраженными в Корее. Спасибо большое. Спасибо, господин Пак Кан Хи. О политике реагирования на COVID-19 он объяснил особенно роли местных органов власти и особенно он объяснил о отслеживании подверженных и дополнительно он сказал какие проблемы надо подумать в будущем в политике. во время презентации я слышал что в начале вспышки коронавируса они реорганизовали свою организацию и отделение и они научили своих сотрудников это было интересно. И следующая презентация будет презентация таклач господина И Чунг Он из Министерства Науки и КТ он выступит с темой реагирования на COVID-19 с Науки и Технологии и КТ пожалуйста. Здравствуйте меня зовут И Чунг Он из Министерства Науки и Технологии сегодня расскажу вам об опыте Кореи в области реагирования на COVID-19 на основе науки и технологии и КТ Корея реагирует на COVID-19 системой карантина быстрого обследования отслеживания и лечения и с различными мерами такими как социальное дистанцирование Здесь расскажу вам как наука и технология и КТ используется в обследовании отслеживании лечении и социальном дистанцировании У Южной Кореи было много трудностей за последние 4 месяца из-за коронавируса С частности 29 февраля число подверженных случаев за сутки достигло максимума Благодаря активным и прозрачным мерам правительства и добробойному участию граждан Корея смогла значительно сократить число новых выявленных инфицированных сосудки Сначала расскажу про тестирование От начала распространения коронавируса в течение короткого периода времени Корея провела общерные диагностические тесты на вирусы Для минимизации ущерба от такого высокоинфекционного коронавируса масштабные диагностические тесты не поднимы Правительство Кореи помогло компаниям быстро разработать и ввести на рынок тестовые наборы с поддержкой НИОКР и экстренным одобрением медицинских устройств Семь компаний получили экстренное одобрение на тестовые наборы для выявления коронавируса Такие компании как СИЖЕН используя высокопроизводительные вычисления и искусственный интеллект значительно сократили время разработки Корейские компании ВНО и ЛЮНИТ занимающие анализом медицинских изображений на основе искусственного интеллекта разработали компактное устройство которое может изучать ИИ с помощью данных рентген снимков грудной клетки и за несколько секунд возможно обнаружить ненормальное состояние легких Эти устройства могут быть подключены к мобильному рентген оборудованию в скрининговых клиниках или машинах скорой помощи и могут отправлять рентген снимки легких медицинскому персоналу Во-вторых я расскажу вам об обслеживании коронавируса Чтобы эффективно поддерживать мониторинг людей в карантине корейское правительство разработало свое собственное приложение безопасности карантина Это приложение имеет три основные функции Первая функция это функция самодиагностики которая позволяет выполнять диагностику и отправлять результаты ответственному должностному лицу Вторая это функция отслеживания местоположения на основе GPS Это обнаруживает нарушения команды и режима карантина Третья функция это предоставление необходимой информации включая правила самостоятельного карантина и контактную информацию должность лиц Это приложение отслеживает людей к самоизоляции и заставляет их оставаться в назначенном месте поэтому это очень эффективно Конечно информация передаваемая через приложение не передается другим лицам в целях конфиденциальности Ослеживание контактов является важной частью эпидемиологического обследования В феврале число зараженных резко возросло и нагрузка эпидемиологов возросла Разработали систему эпидемиологического обследования для быстрого и точного анализа больших объемов данных КСДС использует эту систему в тесном сотрудничестве с полицией телекоммуникационными компаниями и компаниями кредитных карт Данная система может анализировать данные такие как GPS и транзакции по кредитным картам в режиме реального времени чтобы быстро определить маршрут и место наождение и место посещения с одной стороны мы очень заботимся о защите личной информации чтобы защитить личную информацию данная система работает очень строго доступ к системе предоставляется только немногим скосслужащим с полномочиями кроме того действия каждого пользователя строго контролируется чтобы предотвратить злоупотребление личной информации когда коронавирус закончится все личные данные в системе будут удалены теперь я расскажу о лечении правительство кореи принимает различные усилия такие как поддержка неокров разработки лечения и вакцин институт фундаментальной наук кореи имеет исследовательскую группу РНК она анализировала все транскрипты РНК которые продуцируются SARS-CoV-2 в клетке заходяйна и станут причиной COVID-19 полагаю что благодаря этим исследованиям будет возможно предоставить подробную генетическую карту SARS-CoV-2 которая поможет понять принципы распространения вируса и разработать новые стратегии лечения это исследование было опубликовано в начале апреля в международном журнале СЕЛ лечение и вакцины имеют важные значения для фундаментального решения коронавируса во-первых это программа по перепрофилированию лекарственного препарата это выявляет эффективные лекарства путем наделивания существующих лекарств на коронавирус безопасности существующих лекарств уже доказано поэтому их можно быстро применять для пациентов правительство республики корея сформировало совет по программе по перепрофилированию лекарственного препарата с индустрией научными кругами институтами для исследования институт пастера кореи определили 20 лекарств среди 2500 лекарств и в отношении эффективного циклозонита который может применяться непосредственно в легких проводят клинические испытания в институте химической технологии среди 1500 лекарств в отношении нафаммостата с эффективностью в клиточных экспериментах проводят клинические испытания Министерство науки КТ Министерство здравоохранения КСДСи и Министерство пищевых продуктов и медикаментов создали общую государственную группу поддержки Мы активно поддерживаем разработку лечения вакцины частными компаниями включая эксперименты на животных и по биобезопасности Для международного сотрудничества в этом области корейское правительство публикует результаты исследований и содействует обмену данными Мы делимся результатами и данными исследований через QR национальную платформу открытого доступа к статьям и DataOn национальную платформу данных исследований которая может регистрировать хранить и использовать данные исследования Кроме того мы стремимся поддерживать инфраструктуру производя высокопроизводительные противотуманные медицинские инструменты с помощью наноструктуры и нанотехнологий И теперь расскажу про социальное дистанцирование Чтобы предотвратить коронавирус очень важно соблюдать социальное дистанцирование Министерство науки поддержало прогноз распространения вируса на основе науки и технологий Во-первых мы создали сети экспертов для прогнозирования и предоставили такие данные как численность текучего населения информация о роуминге статических данных Эти данные будут бесплатно использоваться для исследования общественных целях Корейский институт науки технологий на основе этих данных предсказали что если не наблюдаются социальное дистанцирование в Корее число зараженных ковид 12 за сутки может вырасти до 4 тысячи на основе этого было подвержено что текущий карантин в Корее проводится должным образом это это также послужило возможностью подчеркнуть важности социального дистанцирования между людьми из-за коронавируса школы были закрыты и учащиеся и преподаватели испытывают трудности и сейчас проводится онлайн обучение в Корее обучается около 8,1 миллиона человек включая начальные и средние школы центральное правительство местные органы власти телекоммуникационные компании и компании ИКТ работают вместе правительство Samsung LG сотрудничали чтобы бесплатно предоставить студентам из-за семей с низким доходом 36 тысяч планшетов к концу мая операторы мобильной связи позволили бесплатное использование сайта в EBS образовательную программу для компаний которые осуществляют дистанционную работу правительство также создало веб-сайт для предоставления информации о решениях по областям в государственном секторе виртуальные частные сети и видеоконференции использовались для удаленных работ с ростом спроса на цифровые услуги корейское правительство также проверило системы реагирования на чрезвычайные ситуации у поставщиков услуг вещания и телекоммуникации теперь о масках поскольку обеспокоенности по поводу отсутствия масок возросла правительство Кореи разрешило продажу масок через публичные платформы такие как аптеки и почту чтобы повысить эффективность распределения масок и уменьшить неудобства правительство предоставило данные о продажах масок в реальном времени правительство раскрывает данные масок продаваемых в магазинах и облачные компании предоставляют облачные карты и ресурсы а разработчики приложений используют эти данные для предоставления информации населению и теперь заключение сегодня рассказал некоторые примеры корей то есть контрмеры для реагирования на коронавирус с использованием науки технологии и кт тем не менее я думаю что в каждой стране разные ситуации такие как социальные условия традиционная культура и медицинская инфраструктура поэтому сложно применить корейскую модель единообразно однако мы поделились этой информацией с надеждой что опыт корей поможет другим странам отреагировать на коронавирус республика корея намерена внести свой вклад в международное сообщество путем регулярного обмена нашим опытом и примерами на этом я заканчиваю презентацию спасибо за внимание спасибо господин ли чунг вону как икт можно использовать в борьбе с ковид 19 икс об этом подробно объяснил еще в долгосрочном плане надо обеспечить вакцины и медикаменты но сейчас технологии инфокоммуникационные технологии помогают вести эффективную борьбу и данные технологии тоже можно использовать при обучении в данной области теперь из Министерства внутренних дел Республики Корея представитель этого ведомства господин Син Иль Чар выступит как управляются делами в отношении тех кто находится самоизоляции Здравствуйте меня зовут Син Иль Чар работаю секретарем группы МВД по делам самоизоляции при коронавирусе сделаю краткий обзор о самостоятельном карантине или самоизоляции самоизоляции означает помещение подозреваемых на заражение вирусом в карантин в домашних условиях на определенный срок и среди них один одни были в контакте с инфектированными пациентами и другие прибыли в Корею из зарубежа подозначение таких людей будут назначены государственные служащие по наблюдению за ними и им будет выдано таким людям выданно уведомление о самоизоляции с этого времени начинается двухнедельный мониторинг в Корее число людей находящихся в карантине 14 апреля составило 59 2918 человек и сокращается по состоянию на 1 июня в самозрелете находится примерно 39 тысяч человек в Корее первый случай заболевания коронавирусом был подтвержден 20 января затем 9 февраля работа по карантине самостоятельно карантин была передана из КСДС в МВД в котором была создана группа мониторинга 18 февраля 31 случай заражения был подтвержден за которым возросло число зараженных и объявлен высочайший уровень тревоги и начали работать центральные штаб по борьбе с бедствиями и обеспечению безопасности чтобы эффективно защитить большое количество людей самоизоляции 7 марта в Корее было разработано приложение для смартфона в конце марта все прибывающие в Корею подвергаются обязательной самоизоляции и практика самоизоляции опирается на принцип открытости демократии и прозрачности что означает широкое участие граждан сотрудничеством между центральными и местными органами власти и основанную на ИКТ карантин такие усилия заложили фундамент для борьбы с коронавирусом некоторые страны поместили своих граждан в самоизоляции установив запрет на целые города чтобы остановить или замедлить распространение коронавируса в отличие от таких стран Корея придерживается своего принципа держать границы открытыми и свести к минимуму охват карантинными мерами требует только прибывающих Корею и контактирующих с инфектированным человеком самостоятельно проводить самоизоляцию те кто находится в самоизоляции гражданское общество добровольно присоединились к сотрудничеству с властями и под руководством премьер-министра все госведомства и местные органы власти каждое утро обсуждают политику карантина демократическим путем кроме того с помощью приложения и различных систем для обмена информации мы смогли ввести прозрачную и эффективную систему ухода за людьми в самоизоляции и далее расскажу вам о том какие задачи решаются в Корее в данной области на седьмом слайде показана доработка системы самоизоляции 9 февраля чтобы помочь органам здравоохранения сосредоточиться на мероприятиях по борьбе с вирусом задача по системе самоизоляции была передана от КСДС к МВД и органам местного самоправления в частности по МВД была создана группа по управлению самоизоляции и местные органы власти управляют своими профильными группами и инспекцию над работами таких групп проводит центральное правительство тесно сотрудничая с полицией пожарными и другими партнерами во власти общественного здравоохранения мы обеспечиваем тщательный мониторинг находящихся в карантине в системе мониторинга 10 госпартнеров сотрудничают в мониторинге за одним кто находится в самоидолиаде еще мы назначаем случай госслужащих специализированных только в карантине мы сопоставляем одного госслужащего с одним находящегося в самоидолиаде в настоящее время число таких госслужащих 28 303 человека эти индивидуальные помощи являются ключом с системой мониторинга под названием 10 к 1 чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса каждый из таких госслужащих обслуживает примерно 1,4 человека в карантине подготовки к потенциальному взрывному росту случаев в самоидолиаде фрезеров на такую работу назначали госслужащих число которых три раза больше чем динейственный показатель под названием находящихся в самоидолиаде эти государства делают мониторинг за симптомами и соблюдениями поставляют еще термометры и еще набор дезинфектирующих средств и оказывают потеря к решению неудобств в жизни в третьих мы разработали приложение для смартфона которое уже хорошо известно зарубежом приложение было разработано после массового возражения людей среди членов религиозной секты под названием Синчанди после этого события в некоторых городах одному госслужащему пришлось контролировать до 14 человек в самоидолиаде чтобы справиться со значительным увеличением числа находящихся в карантине мы разработали приложение ключевая функция приложения состоит в всплевающем окне который отправляет оповещение назначенным госслужащему когда человек находящийся в карантине в карантине неожиданно покидая свою зону или когда он сообщает о таких симптомах как лихорадка или кашель и назначенный госслужащик если он получает всплевающие предупреждения он звонит или посещает находящегося в карантине человека мы разработали два разных приложения одно для человека самоидолиаде а другое для госслужащего для контроля за прибывшими из других стран приложение поддерживая шести языков в четвертых мониторинг за прибывшими Корею из-за рубежа в конце марта в других странах обострелась пандемия коронавируса южно-корейское правительство решило потребовать прибывших к Корею проводить самоидоляцию сначала это требование было выдвинут прибывшими из Европы с 22 марта и сейчас с 27 марта а с 1 апреля из всех прибывших из-за рубежа включая корейцев и иностранных граждан планирующих долгосрочное прибывание в Корее с 1 апреля ежедневно в среднем 3159 прибывших к Корею поместились в самоидоляцию прибывшие в Корею люди должны пройти специальный процесс выезда установить приложение для смартфона приложение позволяет нам отслеживать их текущее местоположение в противном случае им будут отказаны во въезде в Корею после заполнения необратимой информации приложения каждому из прибывших автоматически назначается госслужащий по ведению мониторинга в Республике Коре успешно внедрили информативные технологии к области карантина географическая информационная система ГИС в сочетании с упомянутым ранее предложением в реальном режиме времени отображает местоположение человека находящегося под карантином система система также может быть использована для ослеживания фактов ухода из зоны карантина для ослеживания перемещения такого человека электронный реестр который ведет учет посетителей общественных заведений позволяет нам получать контактные данные посетителей и быстро тестировать их при массовом заражении одноразовый код зашифровывается в смартфонах посетителей и этот код сканируется для сбора их личных контактов при входе в заведение кроме того мы используем WPS то есть система Wi-Fi позиционирования поскольку приложение основывается на технологии GPS и в критом помещении его точности снижаются при использовании WPS точность фиксирования местонахождения повышается более чем в три раза как мы управляем объектами для поддержки карантина мы ввели в эксплуатацию временное жилое помещение для корейцев которые вернулись из города Ухан, Китай и других стран на две недели карантина и подобную карантинную помощь получили 1521 кореец которые возвращались из четырех стран мы также эксплуатируем премьерные жиле помещения для иностранных граждан которые не имеют адреса проживания в Корее находятся в стране на короткий срок таких иностранцев 1296 такие факторы хорошо подтверждают о том что Корея держит свои границы открытыми некоторые иностранные граждане которые были в таких объектах оставили записку служащим чтобы выразить свои благодарности заказанные ими заботу сейчас местные органы власти также эксплуатируют подобные объекты слайд показывает как мы контролируем нарушителей карантина чтобы выявить нарушителей мы используем приложение смартфона и более строгие законы электронный наручный маячок в последнее время приложение было обновлено с вводом функций обнаружения движения которое позволяет выявить людей которые покинули места карантина оставив мобильный нарушителей карантина обязаны носить электронный наручный маячок он связывается с мобильником через плутус если носители маячка находят подачу от своего мобильника или маячок поврежден срабатывая сигнализация недавно Горя подписала контракт по экспорту 100 тысяч маячков в Саудовскую Аравию ранее мы давали замечания нарушителей за их первый уход из карантинного места но пересмотрели правила чтобы полиция могла выдвигать обвинения против нарушающих правила первый раз мы ввели в действие более строгие нормативные положения например недавно корейский нарушитель был приговорен к 4 месяца тюремного заключения некоторые иностранные нарушители были арестованы а 17 иностранцев были депортированы сейчас я расскажу какие идеи еще придумали местные органы власти для карантина и одна из идей заключается в том что те кто прививают в Корею сами проводят карантин в своем доме а их члены семьи остаются в другом жилье в течение периода карантина по доступной цене предусмотренный контрактом заключенным между местными органами власти и гостиниц гостиниц заведениями по состоянию на 2 июня в 13 городах и провинциях действует 159 таких объектов другая идея состоит в том чтобы предотвратить инфекцию между членами семьи местная администрация встает в аренду автомобили для кемпинга чтобы предоставить их в качестве карантинного жилья для членов зараженных семьи в то же время местные администрации предоставили находящимся в карантине набор для выращивания растений в теле предотвратить именно депрессию от беспокойства от коронавируса для тех кто находится в карантине без смартфона 11 городов и провинции страны бесплатно дают прокат смартфона заключение хочу перечислить некоторые показатели корейской системы самоиделяди во первых первый показатель представляет собой общее количество людей находящихся на карантине по 2 июня те кто был в контакте с зараженными людьми в Корее не обязаны устанавливать приложение смартфона но 91% из них сотрудничают с властями и добровольно устанавливают приложение уровень нарушения карантинного правила составляет всего 0,16% такие результаты достигнуты большими усилиями 65546 госслужащих местных органов власти которые имеют строгое и теплое отношение к своей работе корейское правительство вместо с этими госслужащими будет направлять максимум усилий для того чтобы искоренить коронавирус COVID-19 во всем мире и чтобы корейская система карантина помогла искоренить коронавирус во всем мире спасибо господин он отметил что в периоде во время самоизоляции психологический стресс будет у кого который находится в карантине поэтому для этого надо поддерживать электрон он очень подробно и хорошо объяснил особенно он объяснил о электронном браслете это мы просто не надевать на кого-то с начала только для тех которые нарушили самоизоляцию и если у вас есть вопросы просто поставьте ваш вопрос в сайте последняя презентация господин Се Пьем Гю из национального агентства полиции республики Корея роль полиции тоже очень важна в профилактике в республике Корея поэтому он будет выступать об этом здравствуйте меня зовут Сао Бом Гю из национального агентства полиции республики Корея прежде всего от имени генерального комиссара национального агентства полиции республики Корея хотел бы благодарить всех участников для меня большая честь иметь возможности предоставить на этой конференции в ответ на пандемию COVID-19 сегодня хотелось бы затронуть тему реагирования корейской полиции на COVID-19 расскажу о системе реагирования корейской полиции принципах и основания реагирования поддержка эпидемиологического обследования расследования незаконных действий роли полиции в стабилизации предоставления защитных масок и профилактических мерах полиции реагирование на COVID-19 в Корее происходит в центральном штабе по борьбе со стихийными бедствиями чрезвычайными ситуациями и катастрофами в данной организации участвуют Министерство здравоохранения соц. обеспечения КСДС Министерство внутренних дел и безопасности и все связанные правительственные департаменты и местные органы власти и Национальное агентство полиции Республики Корея тоже участвует для поддержки решений КСДС полиция собственно управляет центральным штабом по борьбе с коронавирусом это возглавляется генеральным комиссаром полиции Корейская полиция это национальная полицейская система с 18 местными полицейскими управлениями и 255 полицейскими участками правительство Республики Корея отвечает на реагирует на КВ-19 в соответствии с тремя принципами открытости прозрачности и демократии и тремя принципами предотвращения отслеживания проверки и предотвращения полиция тоже работает в соответствии с четырьмя принципами обеспечения эффективности закона предотвращения инфекционных заболеваний поддержка карантинной системы оперативная поддержка и защита прав человека я думаю что Корея считается образцовой страной в реагировании на КВ-19 потому что у нас есть хорошая система карантина и полиция масштабно полностью поддерживать деятельность и профилактики законы и системы разные в каждой стране поэтому поддержка полиции здесь и может быть незнакома я буду объяснить правовую базу и основу для участия корейской полиции в карантинных деятельностях закон о контроле и профилактике инфекционных заболеваний является основой для полицейской поддержки в статье 42 данного закона органы здравоохранения и главы местных органов власти могут попросить главу полицейского агентства сотрудничать в профилактических деятельностях и полиция должна ответить на этот теперь скажу об основе для деятельности по поддержке эпидемиологических исследований такой как подверждение местонаграждения человека в статье 76 закона министр здравоохранения и социообеспечения губернаторы города и другие могут запрашивать информацию о местонаграждении заболевших и подозреваемых о начальниках полиции в этом случае начальник полиции запрашивает информацию о местонаграждении у компании мобильной связи и уведомляет соответствующие органы о результате закон об исполнении обязанностей сотрудникам полиции определяет основу работы полиции в статье 5 если существует вероятность причинения вреда жизни или здоровья граждан сотрудники полиции могут предупреждать или эвакуировать людей и могут принимать другие необходимые меры в статье 6 если существует вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан сотрудники полиции могут воздерживаться от действий в статье 7 чтобы предотвратить причинение вреда политические могут выходить в здания или транспортные средства в статье 8 политические могут запрашивать или подтверждать факты связанные со своими обязанностями закон об административных процедурах требует отвечать на запросы правительственных департаментов статья 7 предусматривает сотрудничество между административными органами а статья 8 предусматривает какие случаи могут быть запрошены данный закон требует организации которых просят о помощь реагировать на этот если нет существенных препятствий в заключении деятельности корейской полиции по оказанию поддержки в случае стихий бедствий основано на законе применение полицейских сил строго контролируется законом объясняю деятельности корейской полиции по поддержке эпидемиологических отрасследований полиция Кореи и местные органы власти предоставляют информацию о местонахождении подозреваемых или подверженных людей в соответствии с законом о контроле и профилактике инфекционных заболеваний полиция оказывает помощь после получения официальных запросов для реагирования на инфекционные заболевания требуется оперативная поддержка поэтому приоритет это приоритетная работа благодаря системе разработанной совместно с министерством науки технологии и КСДС мы уведомляем результаты осуществления запросов в электронном виде благодаря этому время отслеживания значительно сократилось здесь скажу и теперь общие процедуры отслеживания в случае выявления подверженного органы здравоохранения выявляют и заставляют людей которые контактировали с подверженными и при необходимости отправляют их на карантин когда органы здравоохранения запрашивают ослеживание полиция проверяет мобильный телефон через GPS и отправляется в поле с должностными лицами здравоохранения если мобильный телефон выключен или GPS не активирован группа быстрого реагирования в каждом полицейском участке проверяет местонахождение с информацией мобильного телефона с использованием кредитной карты и с использованием видеонаблюдения теперь скажу о отслеживании контактов органы здравоохранения попросят полицию подтвердить местонахождение заболевших если их местонахождение неясное после запроса данных о провайдерах мобильной связи полиция быстро предоставляет результаты запроса органам здравоохранения до сих пор корейская полиция подтвердила местонахождение 13 432 человек и предоставила информацию передвижения 1743 человек скажу о управлении группой быстрого реагирования корейская полиция управляет группой по всей стране группа быстрого реагирования состоит из 8 1059 политических политических офицеров группа быстрого реагирования проверяем местонахождение используя информацию о мобильном телефоне и транзакции по кредитной карте в середине февраля в Дайгу была вспышка пациентов из определенной религиозной группы и была чрезвычайная ситуация в это время группа быстрого реагирования быстро выявила 9 109 29 человек которые не ответили на запрос инспекции и проверила всех и стабилизировала кризис в начале мая когда коронавирус распространился вокруг клуба ИТОН по лице подтвердила местонахождение 6085 человек которые были в клубах и предотвратила распространение инфекций в столичном районе скажу о поддержке граждан находящихся в карантине органы здравоохранения приказывают зараженному или контактирующему с зараженными изолироваться в определенном месте в течение 14 дней и теперь лица пребывающие из рубежа должны отправлены на карантин в течение 14 дней органы здравоохранения и местные органы власти управляют внедрением самоизоляции полиция проводит совместные проверки по требованию властей Республика Корея проверяет местонахождение в режиме реального времени через систему GIS с использованием технологий ИКТ и полиция тоже использует данную систему если вы покинете указанное место проживания полиция проверяет местонахождение и передаст информацию органам здравоохранения теперь скажу о деятельности для временных жилых помещений чтобы предоставлять больничные койки приоритетно-критическим пациентам корейское правительство управляет временными лечебными учреждениями и мы управляем временными жильными помещениями для лиц пребывающих из зарубежа и для тех кто испытывает трудности в самоизоляции сотрудники полиции были помещены в этих учреждениях чтобы помочь им безопасно там жить с марта по настоящее время после создания первого центра лечения около 26 тысяч полицейских офицеров были помещены после вируса Мерс в 2015 году правительство Кореи пересмотрело закон о контроле и профилактике инфицированных заболеваний данный закон налагает обязательства на граждан и административные приказы такие как ограничения на предзвижение также основаны на данном законе полиция обеспечивает исполнение данного закона нарушение карантинных мер нарушение профилактических мер предоставление ложных данных все эти действия являются незаконными полиция строго расследует эти нарушения чтобы обеспечить соблюдение данного закона с 20 января полиция обнаружила 359 случаев нарушений карантинных мер 13 случаев нарушений профилактических мер и 23 случаев предоставления ложных данных с распространением коронавируса в ТЭГО в середине февраля спрос на защитные маски резко увеличилось что сделало нехватку защитных масок серьезной социальной проблемой некоторые люди используют эту ситуацию была скупка перепродажа масок и было мошенничество о защитных масках полиция направила 182 следователя в объединенную правительственную группу чтобы устранить нарушения в порядке распределения масок кроме того помимо правительственных деятельностей была сформирована специальная группа состоящая из 1245 полицейских офицеров чтобы контролировать продажи масок в результате полиция арестовала 662 человек из 282 случаев нарушения порядка о продаже масок и 404 мошенников продажи масок кроме того мы нашли 13,6 миллионов масок спрятанных на складе и распространили их на рынке благодаря поддержке полиции кризис предложения маски был преодолен и теперь маска стабильно поставляется скажу о противоинфекционных мерах для сотрудника полиции корейская полиция устанавливает стандарты о средствах индивидуальной защиты для каждой ситуации на месте в частности когда подозревается контакт с подтвержденным лицом используется защитная маска типа ПД состоящая из защитных очков защитной одежды и защитной шапки сейчас корейская полиция получила около 90 тысяч защитной одежды и они размещены в полицейских машинах и офисах сотрудники полевой полиции обязаны носить маску с начала вспышки коронавируса полевой полиции было предоставлено 11 миллионов масок в частности одна маска предоставляется каждому сотруднику на месте кроме того во всех зданиях полицейских управлений необходимо измерять температуру при выходе и выходе во всех местах здания предоставляют дезинфектирующие средства и термометры в результате тщательных действий полиции по карантину только 16 из 140 тысяч полицейских офицеров были заражены COVID-19 это общий враг человечества который угрожает мирной жизни человечества правительство и полиция Южной Кореи ведут войну с коронавирусом уже за 143 дней правительство Кореи и полиция делают все возможное чтобы защитить жизни людей и обеспечить безопасность будем прилагать все усилия чтобы помочь международным сообществам вместе преодолеть COVID-19 спасибо 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 господину с с бом кю и большинство контрмер против коронавируса основывается легально в этом в этой связи правоохранительные органы тоже играют немаловажную роль в борьбе с распространением коронавируса и еще ношение маски тоже очень было важно чтобы распределить это все пропорционально масками для всех населения тоже было очень важно и во всем мире тоже это полицейские служащие тоже заражаются и южной кореи это среди ста сорока тысяч полицейских всего лишь 14 случаев заражения было и сейчас на веб семинаре мы получили много вопросов и сейчас мы будем проводить время вопросов и ответы и у нас есть это ограничение во времени поэтому каждому из докладчику я хочу задавать по одному вопросу еще кругом еще по следующему вопросу и вначале господину Пак Гон Хи первый вопрос это с точки зрения малодоходных государств это где система здравоохранения несовершенствована какие рекомендации могут дать в борьбе с коронавирусом я хочу поблагодарить вас за вопрос это за беспокойство я очень сопереживаю и наверное наши ответы хочу чтобы помогли но наши презентации не означают что наши стандарты и технология это необязательный уровень для других стран но есть да можно использовать и такие же инструменты как это камеры наблюдения и так далее но без них тоже можно справиться например это эпидемиологический отчет который составляется при диктовании зараженного тоже сильно поможет еще в месте это где скапливается много населения в первую очередь можно обследовать и их побывающих в таких объектах можно обследовать и поместить в карантин это очень эффективные меры еще самоизоляция в семейном кругу тоже это не простой вопрос в семье есть это зараженные и не зараженные да они должны отдельно друг от друга спать и обедать но незараженные члены семьи они могут жить это у родственников тоже например если нет это временных помещений спасибо большое и хотел бы чтобы наши рекомендации помогли вам и теперь следующий вопрос к господину И Чунг Ван сейчас Корея разработала приложение для эпидемиологические исследования в режиме реального времени и с помощью данного приложения не было проблем в защите личной информации в отслеживании движения вот отвечаю корейская система эпидемиологических расследований это система которая позволяет пользователям быстро и точно определять передвижение зараженных коронавирусной инфекцией с использованием информации мобильной связи кредитной карты и так далее была вспышка вируса МЕРС в 2015 году после этого корейское правительство пересмотрело закон о контроле и профилактике инфекционных заболеваний и обеспечило правовую основу для научно-эпидемиологических расследований соответствующие органы которых просят о предоставлении необходимой информации такие как телекоммуникационные компании компании карточный карт обязаны предоставить такие информации кроме того министерство науки и кт создала основу для эпидемиологических расследований использовали чтобы использовать данные телекоммуникационные компании и данные компании кредитных карт мы уже сделали основу технологий в феврале этого года министерство земли и другие связанные ведомства департаменты создали совет системы эпидемиологических исследований на COVID-19 поэтому с мая мы уже начали разработку системы эпидемиологических исследований и предоставляем такие услуги вы спросили о защите личной информации мы уже создали базу нормативную базу для контроля защиты личной информации мы очень строго контролируем личную информацию только мы только очень немногому сотрудникам мы будем делать доступ к системе и мы используем эти личные информации только в период эпидемии и потом мы будем полностью удалять всю информацию спасибо большое большое и вот возле презентации вы знали что все мир основывается на законе и еще реальную ситуацию мы тоже учитываем это еще мы учитываем конфиденциальность персональных данных и следующий вопрос это к господину Синель Чарлью из МВД Республики Корея это как происходит контроль за самоизоляцией через приложение смартфона и чем отличаются процедуры подобного контроля за местными контактировавшими от прибывших Корею из зарубежа вот в чем есть отличие контроля за местными контактировавшими от иностранцев и подобные предложения есть два типа как я уже сказал это одно для самоизоляции а другое это для госслужащего и это приложение можно загружить из Play Store и еще в каждом приложении есть кодированный номер для соответствующего госслужащего так сопоставляется госслужащие один к одному и два раза в день это человек находится в самоизоляции должен оповещать о своем самочувствии два раза госслужащему если это не так делает тогда сигнализация срабатывает если человек покидает место карантина то надо заранее вводить а еще в адрес это место нахождения надо ввести в качестве постоянного жительства и в чем есть отличие и обычные местные находящиеся в самоизоляции используют такой смартфон смартфонное приложение еще для прибывших из рубежа они должны установить приложение и ввозить адрес местожительство тогда соответствующий госслужащий региональной администрации тоже его информация можно посмотреть на приложение госслужащего местной администрации а потом остальные то же самое позвольте добавить тогда ответные госслужащие используют приложение еще приложение для находящегося в самоизоляции это приложение один к одному они связаны друг с другом и остальные госслужащие соответствуют госслужащие они не могут взглянуть информацию вот таким образом мы обеспечиваем персональные данные и еще при использовании загружения приложения пользователь соглашается о вводе адреса и следующий вопрос к господину с национальной агентства полиции что должно быть главным приоритетом для полиции когда реагировать на пандемию COVID-19 что касается пандемии COVID-19 нам необходимо нам полиции нам необходимо учитывать что закон о профилактике инфекции хорошо работает или и полиция должна поддерживать этот закон в Корее в начальном этапе было очень много беспокоенности в сообществе поэтому надо было удалить эти основанные беспокоенности и мы активно реагировали на скупу и перепродажу масок и на следующих этапах мы поддерживали подверженных или подозреваемых в эпидемиологическом исследовании в периоде стабилизирован стабилизированном периоде мы также сделали очень много оказали помощь для того чтобы выяснить нарушения приказа и рекомендации в заключении можно сказать что приоритеты деятельности полиции одинаковы с приоритетом органов здравоохранения спасибо вы отметили о роли полиции и особенно вы отметили что приоритеты полиции и приоритеты органов здравоохранения одинаковы поэтому но конечно в соответствии ситуации разные но приоритеты одинаковы спасибо опять сейчас второй раунд времени вопросов и ответов опять к господину пак конхи и сколько процентов оказались зараженными среди контактировавших с пациентом такой вопрос наверное по всей стране или на уровне органов самоправления до сих пор нет данных по общей статистике но по согласно докладу об анализе первых 30 подтвержденных случаев заражения среди 2370 контактировавших с ними и стали зараженными всего лишь 0,55% однако среди контактировавших с зараженными и стали членом семьи семьдесят семь целых пятьдесят шесть процента стали инфектированными поэтому контактировавшие с зараженным является его членом семьи тогда более высока вероятность заражения еще надо узнавать о среднем числе контактировавших с одним инфектированным человеком это зависит от уровня физического дистантирования в обществе и в начале то есть раньше в среднем было восемьдесят контактировавших с одним инфектированным но последнее время без кличения это среднем с одним инфектированным оказались это до 20 контактировавших точные данные сейчас прорабатывается в КСДС да научные данные надо накопить цифра показатели меняются и теперь вопрос к господину и чунгон министерство науки какие усилия корея предлагает для разработки лекарств и вакцины против ковид-19 разработок лекарств и вакцины это очень важно сейчас происходит в корее для программы по перепрофилированию лекарственного препарата корейский научно-исследовательский институт химической технологии институт пастера центральная биологическая лаборатория и все другие органы создали совет по перепрофилированию лекарственного препарата в конце февраля с марта сейчас происходят исследования для проверки эффективности лекарств на клеточном уровне а также сейчас уже начали разработать модели на животных которые могут проверить эффективность перепрофилированных лекарств в апреле мы создали общую государственную группу поддержки по разработке лечения и вакцины против COVID-19 и с помощью этой группы мы постоянно поддерживаем разработку вакцины и лечения частными компаниями в разработке конечно частные компании имеют важную роль но государственные институты тоже имеют важную роль и поддержка со стороны государства тоже важна следующий вопрос это задан господину Синельчалью почему роль отвечающих за борьбу с коронавирусом госслужащих важно можно ли более конкретно объяснить роль тапки госслужащих вот такой вопрос это мы получили и в борьбе то есть коронавирус надо отслеживать контактировавших надо еще отделить карантин еще лечить если это невозможно тогда невозможно предотвратить распространение вируса вот в чем можно ключевую роль могут играть госслужащие это уникальная система 65 тысяч госслужащих сейчас отвечают за эти работы они делают мониторинг за соблюдение карантинного правила для тех кто находится в самой и они направляют оповещение посещают таких людей еще они информируют о правилах еще помогают установить приложение для смартфона еще кроме того доставляют рис еще лапшу быстрого приготовления такие продукты питания и еще термометры еще дезинфектирующие средства для рук предоставляют и кроме того для того чтобы поддержать эту душевную стабильность еще предоставляют наборы для выращивания растений и кроме того бывает что те кто находится в самоизоляции его например отец или мама умер и похоронные обряды проводятся тогда как он участвовать тогда рассматривается возможность посетить это такое мероприятие с применением дезинфекции и еще некоторые услуги они сами готовят еды еще дают тем кто находится в самоизоляции вот это так усердно работают госслужащие если ночью это те кто находится в самоизоляции покидают место ночью тогда госслужащие отвечающие госслужащие посещают ночью его дом спасибо большое за объяснение да это специализированные госслужащие в вопросах самоизоляции это означает это большая перегрузка работы для таких госслужащих но для населения для местных жителей и такие госслужащие занимаются очень важными делами они являются опорой спасибо и теперь вопрос к господину Собом Гю из центрального управления полиции вы уже отметили о защитных устройствах в Корее конечно достаточно много защитных устройств но в зарубежном иногда защитных устройств не хватает когда у полиции нету не хватает защитных устройств что вы рекомендуете для защиты сотрудников полиции не захват защитных устройств это одна из проблем в периоде пандемии COVID-19 так такая проблема возникает не только в полиции в обычном обществе если защитных устройств не хватает тогда трагически надо использовать защитные устройства в корее конечно для медицинских персонала надо приоритетно предоставлять защитные устройства для полиции особенно нам необходимо предоставлять приоритетно полицейским офицерам которые работают на месте в поле конечно очень важно соблюдать правила использования защитных устройств нам необходимо устанавливать руководство использования защитных устройств носить маски мыть руки и дистанцировать с людьми и использовать дезинфектирующие средства для рук такие основные правила очень важно соблюдать спасибо за ответ вы отметили что нам необходимо предоставлять защитные устройства людям которые работают на месте и на поле и у нас есть больше времени для ответов на вопросы поэтому мы дополнительные вопросы к Пак Генхи и эти вопросы в среднем числе контактировавших с одним инфектированным человеком это будет зависеть от уровня офис и дистанцирования в обществе ВОЗ считается по правилам ВОЗ считается что если человек находится в дистанции меньше одного метра в течение 15 минут с зараженным тогда человек считается контактировавшим контактировавшим но другие стандарты тоже применяются в других странах хотя бы не 15 минут но даже 30 секунд можно заразиться поэтому это определение контактировавших тоже разные но у нас сравнительно мы расширяем охват контактировавших зато подтвержденных случаев мало заражения и такой показатель мы не обновляемся только доклад показывает по данным доклада анализирующего 31 подтвержденных случаев инфектирования до середины февраля в Корее общее количество контактировавших с больными составило 2370 человек и то есть в среднем было 80 контактировавших со ним инфектированным а потом число сокращается по мере социального дистантирования да это цифра очень динамично если контактировавших в маске тогда он можно не считать контактировавшим например еще следующий вопрос господин и чунг он какие деятельности предпринимала Корея чтобы предотвратить распространение COVID-19 используя информационные и коммуникационные технологии у нас есть инфраструктура технологии и КТ и очень много использовали данную инфраструктуру для предотвращения распространения COVID-19 например мы очень быстро и оперативно определяли передвижение и мы проводили отслеживание контактов с помощью такой инфраструктуры и технологии а также с помощью приложения для мобильных телефонов возможно было самостоятельно диагностировать подозрительные симптомы COVID-19 проверить тех кто покинул место проживания на время самоизоляции и также мы активно использовали искусственный интеллект для мониторинга а также мы сотрудничали с телекоммуникационными компаниями и возможно было предоставлять местонахождение и маршрут передвижения инфицированных пациентов через политические участки он уже подробно объяснил о ослеживании и о определении передвижения в этом процессе информационная технология играет большую роль и следующий вопрос господину синель чалью по презентации мы уже слушали и работа по самостоятельному карантину перешла к МВД 9 февраля через 20 дней после появления первого подтвержденного пациента с коронавирусом почему такой вопрос поступил подробно 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 в начале февраля да подобная работа перешла к МВД от КСДС и от центров местных центров здравоохранения тогда было 28 пациентов и примерно тысяча человек в самодеятель а потом это показатели резко возросли поэтому КСДС и местные центры здравоохранения уже не в силах справиться с такими проблемами поэтому работа перешла к МВД Министерство внутренних дел потом это местные центры здравоохранения они отвечают за здоровье местных населений чтобы молниеносно и оперативно по всей стране чтобы контролировать ситуацию МВД взяла на себя такую роль и еще МВД также управляет органами местного самоправления поэтому и в 2015 году когда в стране была распространена синдром респираторного заболевания в Лежнем Востоке МЕРС тоже подобная система была задействована и премьер-министр и еще госведомства они провели совещание и подобные решения приняты для перехода работы к МВД чтобы пропорционально распределить ресурсами по борьбе с коронавирусом и у каждого госведомства есть свои достатки и преимущества в этой связи мы распределили работы вот понятно да по мере роста числа находящихся в самоизоляции и пациентов вот работа контроль за самоизоляцией это перешел к МВД от КСДС это как разделение труда так можно понять и последний вопрос господину Собом Гю еще раз как национальное агентство полиции республики Корея управляет своими низкими ресурсами в борьбе с COVID-19 и в обычных полицейских делах Прежде всего корейская полиция имеет собственную систему работы в обычном обычной ситуации 40 часов надо работать внутри офиса и если не в офисе в поле три смена с три этапа и есть три уровня для чрезвычайной ситуации в случае первый уровень 40% полицейских офицеров и второй уровень 50% и на третьем уровне возможно возможно мобилизировать стопроцентные полицейские офицеры когда коронавирус ситуация была серьезная мы сдали приказ второй уровень особенно в провинции Тегу и Генбук там второй уровень чрезвычайной ситуации поэтому 50% общего числа полицейских офицеров были перемешаны в этой провинции когда ситуация серьезнее станет и уровень станет третьим уровнем тогда стопроцентное число политических офицеров можно размещать когда число подтвержденных увеличивается можно повысить уровень чрезвычайной ситуации в полиции если ситуация нормализуется конечно мы сможем снизить уровень чрезвычайной ситуации и если они работают больше чем 40 часов тогда конечно мы платим за это поэтому надо сконцентрировать на серьезной провинции и надо учитывать ситуацию в каждой провинции спасибо в случае чрезвычайной ситуации вы объяснили каким образом вы оправляете людскими ресурсами в полиции до сих пор мы прослушали презентации и имели время ответ ответ на вопросы как я уже отметил через веб-семинар мы сможем поделиться нашим опытом и если смотрите на сегодняшние презентации как вы думаете наши докладчики они из разных департаментов один из них из из полиции один из них из министерства науки технологии и один докладчик из местного органа власти вот таким образом у нас есть очень важные значения в этой веб-семинаре корона-19 это государственная чрезвычайная ситуация на это на эту ситуацию каким образом надо реагировать есть такое значение multi-approach то есть не только один департамент или одно министерство не может разрешить эту проблему центральное правительство одним не может решить эту проблему и у каждой страны разные ситуации и разные состояния и невозможно сказать что наш корейский метод всегда успешен в других странах но в всех странах есть общая эффективная политика это multi-approach то есть надо постараться разрешить эту проблему с помощью другими департаментами через сотрудничество между многими департаментами даже полиция тоже здесь участвует в реагировании на коронавирус эффективная координация эффективное сотрудничество между департаментами это очень важно во всех странах мира если мы добавим немножко можно сказать что с помощью через сотрудничество между департаментами возможно было быстро реагировать на коронавирус на ранней стадии очень важно так быстро и точно реагировать на вирус на ранней стадии а также нам необходимо нам нужно сотрудничество граждан но для этого граждане должны оказать доверие к правительству это основные принципы для реагирования на COVID-19 к сожалению у нас времени нету на этом необходимо закончить сегодняшний семинар спасибо за ваше участие докладчики и спасибо еще раз всем зрителям со всего мира и хочу особенно выразить благодарность медицинский персонал во всем мире и хочу выразить нашу искреннюю поддержку всем подтвержденным во всем мире в борьбе с коронавирусом надеюсь что мы сможем преодолеть данную ситуацию сразу в будущем как вы видите на экране на веб-сайте министерства иностранных дел мы сможем еще раз смотреть на сегодняшний семинар на этом мы заканчиваем сегодняшний семинар организован министерство здравоохранения социообеспечения и министерство иностранных дел спасибо вам спасибо спасибо и Продолжение следует...